Аксель считается самым сложным прыжком в фигурном катании. Во-первых, это единственный прыжковый элемент, исполняемый с движения вперед. Фигурист скользит назад, разворачивается, делает замах правой ногой и прыгает. Во-вторых, спортсмен приземляется спиной, тем самым добавляя прыжку еще половину оборота. Таким образом, Аксель – единственный элемент, имеющий не целое количество оборотов. Несмотря на то, что Аксель считается самым сложным прыжком, он еще и самый древний. В 1882 году его исполнил норвежец Аксель Паульсен, в честь которого прыжок и назвали. Первой женщиной, исполнившей Аксель, стала норвежка Соня Хенни в 1920-х годах, точная дата не сохранилась. Почему в женском фигурном катании так носятся с этим прыжком? Прежде всего, тройной Аксель можно включать в короткую программу, где четверные у женщин запрещены. Другой важный момент из регламента ИСУ – Аксель – единственный прыжок, который фигуристки должны минимум по разу исполнить в каждой программе – 2,5 или 3,5 оборота, неважно, но делать надо обязательно. Первооткрывателем тройного Акселя у женщин стала японка Мидори Ито. Они редко вспоминают, куда больше всем знакома имя ее соперницы – Катарины Витт. Тем не менее, именно Мидори Ито намного опередила развитие фигурного катания. С тем набором прыжков, что она исполняла, она могла бы конкурировать и сейчас. На Олимпиаде 1984 года Ито не участвовала по возрасту, однако попав на чемпионат мира 1984, произвела фурор. В короткой программе она единственная исполнила редчайший на тот момент каскад двойной Риттбергер-тройной Риттбергер и заняла четвертое место. В произвольной сделала сложнейшие каскады двойной Аксель, тройной Тулуп, тройной Тулуп, тройной Тулуп и еще четыре тройных прыжка. Однако лишь 16 место в фигурах не позволило подняться высоко. Мидори решилась исполнять Аксель в 3,5 оборота на соревнованиях в 1989 году, в том числе на чемпионате мира, где ей впервые покорились все шесть возможных разных тройных прыжков, в том числе каскад тройной Тулуп, тройной Тулуп. Учитывая огромный отрыв по сложности от остальных участниц, судьи поставили впервые феноменальные 5 оценок 6-0 за технику женщин, и то впервые становится чемпионкой мира. Мидори так и не собрала в самую внушительную коллекцию наград, но безусловно навсегда осталась в памяти людей, настоящих любителей фигурного катания, намного опередив развитие спорта. Американская фигуристка Тони Хардинг, известная в спорте своими многочисленными скандалами, стала следующей исполнительницей тройного Акселя на соревнованиях. За свою карьеру Хардинг выполнила четыре тройных Акселя все в 1991 году, когда она справилась с каждой попыткой, один на чемпионате США, один на чемпионате мира и два осенью 1991 года на этапе Гран-при Скейт Америка. Тоня стала второй женщиной в мире и первой американкой, которая смогла чисто исполнить такой сложный элемент. Также Тоня имеет исторические достижения, первая женщина, исполнившая тройной Аксель в короткой программе, первая женщина, выполнившая два тройных Акселя на соревновании, стала первым человеком, выполнившим каскад с тройным Акселем, тройной Аксель и двойной тулуп. Российская фигуристка Людмила Нелидина стала первой европейской фигуристкой, освоившей тройной Аксель. Подающая с надежды спортсменка нулевых, к сожалению, не смогла выстроить долгую и успешную спортивную карьеру. Еще одной фигуристкой, которой покорился тройной Аксель, стала японская фигуристка Юкари Накана. Она вошла в историю фигурного катания, сделав в 2002 году на этапе Гран-при Скейт Америка прыжок тройной Аксель и став третьей женщиной в мире, исполнившей его. Японская фигуристка Мао Асада впервые успешно прыгнула тройной Аксель в 14 лет на юниорском финале Гран-при в 2004 году. В дальнейшем она исполняла этот прыжок с довольно переменным успехом в течение всей своей карьеры, в том числе и на Олимпийских играх в Ванкувере 2010 год и в Сочи 2014. Можно сказать, что Мао является своего рода рекордсменкой по количеству исполненных трикселей на соревнованиях. Похвастаться чистым исполнением тройного Акселя на соревнованиях может и российская фигуристка Елизавета Туктамышева, причем Лиза смогла еще и восстановить этот прыжок после нескольких лет и неудачного исполнения его на стартах. Туктамышева начала исполнять тройной Аксель на тренировках еще в раннем возрасте, будучи юниоркой. Лиза рассказывала, что рано выучила Аксель, в детстве Мишин поставил ей высокий пролетный двойной Аксель, поэтому позже она легко изучила тройной. На официальных соревнованиях Туктамышева впервые успешно исполнила его в короткой программе на чемпионате мира в 2015 году. Лиза впервые в женском одиночном катании исполнила 4 тройных прыжка в короткой программе. В произвольной программе Туктамышева смогла чисто приземлить тройную Аксель на командном чемпионате мира того же года. В последующие несколько лет после триумфального сезона 2014-2015 Лиза не смогла чисто исполнять триксель на соревнованиях, но последние два сезона Лиза показывает нам, что смогла восстановить этот прыжок и довольно успешно исполняет его на соревнованиях. Еще одной японкой, которой покорился Аксель в 3,5 оборота, стала Рика Кихира. Кстати, Кихира – первая в истории одиночница, исполнившая каскад тройной Аксель и тройной Тулуп на официальных соревнованиях. Алена Косторная стала десятой женщиной, успешно исполняющей этот элемент на международных соревнованиях. А вот про триксель Камилы Валиевой писали Прекрасный прыжок с хорошим запасом, легкостью, да еще и с руками наверх. В нем все хорошо, пролет, высота, приземление – идеально. Даже у мужчин нет такой техники, как у Камилы. Для успешного трикселя нужна высокая скорость крутки, количество оборотов в воздухе, вместе с высокой взрывной силой прыжка, которая даст высоту и пролет. Автоматически девушкам сложно дается этот элемент, так как сила берцовых и тазобедренных мышц у них в разы ниже, чем у мужчин. Аксель можно назвать вершиной мастерства фигуристки. Это самый сложный прыжковый элемент, а его правильное выполнение говорит об отличном владении техникой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова